Итак, снова здравствуйте, дорогие друзья, зрители нашего канала Академии Интересно-Ониверситетных Практик и ученики, которые сейчас здесь присутствуют. Сейчас такую мы нарисуем графическую напоминалку по нашей последовательности действий с спиной. Когда мы работаем со всей спиной, со всякими декомпрессиями, напоминаю, что вы сейчас смотрите мануальные техники массажа БТММ, короткобазовый тренинг по мануальному массажу. И вот ты правильно заметил, да, что запоминать легче, когда есть как-то и графические, и техника, да, и там, и моторная память работает, и визуальная, и слуховая. Так, и потом вы это видео можете еще раз посмотреть, там у меня есть выложены на канале все наши последовательности, да, что мы делаем с руками, с ногами, с головой. И также бонус для тех, кто посещает наши тренинги, а не просто смотрят видео, они получают больше, со всякими нюансами. У них это запаковано, как видеоуроки, отправлю вам потом на почту. Ну, вы напомните там, напишите, да? Я вас только не добавлю, лучше будет только. Да, 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 можно добавить в ВКонтакте. Так, значит, самое простое, ну, у нас все берется из классики, как вы помните, да, и, соответственно, это поглаживание, это наложение рук сначала, да, чтобы человек адаптировался к вашим воздействиям. Потому что в дальнейшем они все будут более грубые, более сильные, более глубокие, и сразу, естественно, организм ее воспримет. То есть надо договориться с рептильным мозгом, внутренним подсознанием человека, чтобы он, как бы, потихонечку так адаптировался, да? Он даже сознательно может думать, что все нормально, там, я расслаблен, таки многие говорят. Нет, нифига, у них там мышцы, там, скованы, там, зажаты, я прям, в чем несколько раз им говорю, расслабьтесь, расслабьтесь. А вот наложение рук такое, да, и начинаем мягко, именно с мягких термин, для того, чтобы, как бы, мы договариваемся с подсознанием, я и ты, мы с тобой одной крови, как мы могли, помните? Вот, поэтому я это все не буду показывать, это, соответственно, мы с одной стороны проходим, ну, в общем, коротко. Это, значит, круговые, потом такие растирания, да, уже, продольное растирание, выжимку мы делали, вот так вот, помните? И переходили к разминаниям, разминаниям, можно начинали включать, один локоть против ладони, смотри, смотри, вот так, вот так делали, потом одну меняли на руку, создавали небольшой валик, да, потом, да, между ними создавали валик из кожи, потом одну руку, вот так, всем предплечем работали, а это мы работали в общем, в основном, с лопаткой, да, ну, и, в принципе, проходили по всему телу вот сюда, уже это растирание, переходящее в разминаниям, да, 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 вспоминаете, пробуйте, да, как это все делать, да, на воздухе сами, с другом, и вот отличие этого массажа дальше в том, что мы постоянно делаем волнообразные движения и вибрационные, то есть все виды вибраций используем, чтобы как можно больше воздействовать на позвоночник для дальнейшей декомпрессии, а таким образом мы все, тело человека, подготавливаем к дальнейшим манипуляциям мануальным, к мобилизации, к тракции, трасту, когда уже хрустит там все и так далее, да, соответственно, вот, вибрацию мы проходим, первый раз, вот так вот, быстро, это мы делаем вот так вот рукой. Попробуйте, поттермируйтесь, да, 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 чтобы пальцы, 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 да, и за пальцев у вас идут движения, а сама рука у вас упор, упор, да, упирается, достаточно приятно, да? Второе, вторая вибрация, берем за руку, да, и вот так вот, да, эта рука опять у вас которая упорная она касается упорная да а это рукой мы создаем создаем это движение до амплитуда может быть разно соответственно большая быстрая средняя и или конкретно в конкретном месте проблемку вместе раз уже даже могут позвоночно-реберное соединение вот туда уже могут вставляться обратно это я покажу соответственно внутрь нас вектора туда или внутрь тела то есть так снизу вверх до внутрь то есть вот там движемся туда сюда почему снизу вверх еще раз повторюсь для записи тоже будет полезно потому что мы все время работаем в сторону сердца да то есть от каждой конечности в сторону сердца если голова у нас и шея тоже какая-то конечно да от нее тоже вот сюда в сторону сердца в сторону нашей левой части грудной клетки и соответственно вот эта голопаточная зона да вот отсюда мы начинаем сам массаж ну понятно там всякие растирание вибрации это же ну чертно мы все все тело мы проходим причем мы начинаем и смотрите откуда мы же если помните начинаем то вот отсюда с крестца сходим вот сюда и наш ладонь идет дальше то есть не нажимая на сам позвонок на позвоночник это важно во первых это кстати еще в третьих наверно получается это же мы еще энергетику тоже человека гоним если помните там по восточной медицине здесь находится энергия кундалини она здесь зарождается и дальше идет по всем чакрам вверх в принципе это правильно она должна тоже идти снизу вверх до до черепа и даже еще выше следующая у нас вибрация была вот такая помните тут мы соединили четыре движения в одном во первых это выжимка глубокая если помните мы делали выжимку и на ногах тоже и на нам с некоторыми разнообразиями но можно первых одной рукой да это дело да можно вот так вот да то же сам дата братского трубогода надо когда вот так вот мы не не трем не разминаем а именно выжимаем снизу вверх от конечности к центру от периферии к центру до этого года надо это практически просто конечно обнимаем с двух сторон да и меняя тогда попробуйте вокруг если у нас смотрите на видеозаписи тоже берите прям и пробуйте все эти приемы все эти движения это когда мы можем менять до диаметр и соответственно обходя вот там суставы коленку там например до плотности какие-то до можем корректировать свое движение спрося у человеку пациента да так нормально сильно комфортно или там помягче сделать или посильнее да он может вам сказать но в принципе вот это вот то что мы занимаемся с лимфой это делается медленно поэтому выжимки они достаточно медленные так мы возвращаемся к спине соответственно вот это покачивание дальше мы проверяем подушечки пальцы большого сами позвонки ассисты отростки на месте на нем в ноге должен быть по одной линии до касаясь позвонка нет касаясь в данном случае мы подбиваем сюда это практически один случай когда мы не единственный когда мы прям позвоночник с немногих да то есть если они вот так вот как у нас рассинхронизированы то мы во первых проверяем диагностируем диагностируем мышечные всякие там спазм и тяж какой-то да может у человека там какой-нибудь подкожный там фурункул или жировик липлом все что угодно может быть в общем проверяем да и констатируем с опытом этого достаточно сделать один раз вы как бы поймете да но пока опыта нет делать диагностику с двух сторон вдоль позвоночника ну любыми пальцами каким удобней одной руки двумя другие двумя руками чтобы лучше чувствовать желательно не смотреть там гидро грешек ну да этот это твою если тебе удобно отводить можете отводить данным на самом деле в принципе видно потому что какая-то если мышца отсюда идет вы можете понять вот если трапециевидные мышцы наверх поднимаются вы видите откуда он уходит под лопатку то есть причина может быть лопатки удалось как раз лопатки нарисую вот ось лопаточная и сама лопатку так идет причина может быть вот тут вот до у человека находиться ой смысл жалуется боль да ну или там вот здесь например да а основание это мышцы идет снизу вот отсюда вот седьмого грудного позвонка могут но например да и так не угадаешь по этому посчитаешь ну там же несколько вот этих мышц вот трапециевидно мышц вот так вот отсюда идет может быть звену позвонок до можем все него мышцы на только пережат а что там только волокно оттуда тянется в этом можете продигнастировать почувствовать отсюда соответственно тоже либо вот так она тянется отсюда либо она оттуда тянется за голову ну вот еще один плюс наших тренингов скажем на камеру то что мы сразу пользу получаем прямо здесь и делаем вот эти массажи которые достаточно дорогие с мануальной терапии это достаточно дорого для друга это делаем бесплатно течение всего нашего тренинга он идет там 40 60 часов примерно так следующее что мы делаем вот этим поворотом подбиваем вот эти позвонки да то есть их расшатываем получается этот вибрации вот три в одном пальцы нет так ничего тела вот и сюда даже утяжеление принципе даже когда мы делали растирание любого растирания можно делать утяжеление вы сами можете поклеить смотреть кому-то по да соответственно это вот такая вот вибрация одновременно с выжимкой до самого верха доходим и диагностируем потом переходим работать возвращаем руку тоже легко просто такой поглаживаю сюда пусть и наше движение все перебиваешь немножко до от центра периферии к центру и туда но сегменты мы делим уже когда начинаем прорабатывать отсюда и вниз сегментарно у нас получается так вот этот первый сегмент это условно второй сегмент вот этот третий если там у нас бедро идет до то это получается 4 сегмент значит локально когда мы переходим к сегменту мы тоже там то есть это мы обществом растирали согревали до локально тоже мы укажу у каждого участка опять еще разогреваем трение как еще дается вот напомню на что так вот может ближе к себе да то есть кинетическая и потенциальная энергия да она вся переходит в тепловую энергию человек осогревается через трение если мы заклад попадают на сюда валик это уже получается с разминаниями вместе до либо меняем одну руку на локоть предплечье называется правильный локоть только вот эта часть так значит переходим работать с лопаткой и вот эта трапециевидная мышца дорога тут который сверху мы тоже постоянно обрабатывать поставить каждый раз мы тени еще раз возвращаемся еще раз и стараемся и оттогнуть туда назад назад за спинку человек растягивать таким образом распрямляя соответственно здесь мы делаем движение вдоль лопатки примерно мышцы да потом поперек эти все растирания и разминания да потом мы лопатку вместе с плечом захватываем вот так вот приподнимая несколько раз точек захвата ну там три-четыре у кого получится вот 1 2 и вот 4 тут можно плечом еще захватить отрываем прямо захватываем отрываем от стола и можно оторвать про вибрирую потрясти на плечо чтобы он еще больше расслабилась для чего вот эти все тряски еще раз повторяю ни одна мышца долго не может сопротивляться вибрации поэтому используем разные вибрации рано или поздно она расслабится может быть в первый раз не хватит во второй раз не хватило мы все равно вернемся и еще раз будем вот это все делать да когда мы прошли вот этим уже локтем перешли на локоть большие массивные движения это все еще все еще согревающие техники мы доходим вот этими движениями до конца вот до сюда да и да и здесь тоже и возвращаемся обратно вот такой вибрации когда мы рисовали вот тут змею такую пальчиками этот мышц вот тут и есть пучок мышц таких вертикальных которые вертикализирует всю спину расправляет ее за счет чего человек прямой ходит это не одна мышц их много но вместе они называются паравертебральные мышцы вот еще раз прошли вибрацию да так а все да на этом как будто цель будет будет закончить напишем сет 1 это значит вибрации выжимки растирание теперь с этого более глубокая работа мы переходим к работе кулачками и всеми костяшками пальцев ну сейчас не знаю теперь надо на себе на остановиться или нет кольцевой захват помните когда мы вот эту вот вибрацию пускали да вот эту змейку мы делали что мы ткани захватывали пальцами и вот так друг от друга растрясали да так поставь паузу пожалуйста